Продолжение следует... Пара слов «заберу», «забирает» содержит чередование гласных «е» и «и» в корне. В какой строке названы однокоренные слова с чередованием согласных в корне? Первое. Влезет — лазить. Второе. Друг — подружка. Третье. Спор — споры. Четвертое. Слон — прислониться. Пара слов «друг», «подружка» содержит чередование согласных «г», «ж» в корне. Определите, что встречается в словах «жать», «жму», «сон», «сновидение», «день», «дня». Первое. Изменение ударения. Второе. Изменение значения. Третье. Чередование гласного с нулем звука, то есть беглое гласное. Четвертое. Переход в другую часть речи. В этих парах слов есть беглое гласное. Назовите все чередования в ряду слов «орех», «орешек», «орешка». В этих словах происходит чередование «х», «ш» в корне и «ек», «к» в суффиксе. Рассмотрим пары слов «упросить», «упрашивать», «оросить», «орошение», «поглотить», «поглощение», «муха», «мушиной». В паре слов «упросить», «упрашивать» — чередование «о», «а» и «с», «ш». В словах «оросить», «орошение» — чередование «с», «ш». В словах «поглотить», «поглощение» — чередование «т», «щ». В словах муха, мушины, чередование х, ш. Рассмотрите пары слов. Подлить, подозвать, разделить, растереть. Земляк, землячка, травяной, деревянный. Какие варианты чередований в приставках и суффиксах? В словах подлить, подозвать, чередование в приставке о, нулевой звук. В словах разделить, растереть, чередование з, с. В словах земляк, землячка, чередование к, ч, к. В словах травяной, деревянный, чередование н, н, н. Чтобы правильно выделять морфемы, определять их значения, нужно уметь делать морфемный разбор слова. Порядок морфемного анализа. Первое. Прочитать слово. Определить, изменяется оно или нет. Выделить окончание. Второе. Выделить основу. Третье. Выделить корень. Подобрать однокоренные слова. Четвертое. Выделить приставку. Пятое. Выделить суффикс. Шестое. Обозначить условно-последовательность морфем в виде схемы. Изобразить графически. Рассмотрим примеры морфемного анализа слов. Голубоватый. Окончание. Ой. Основа. Голубоват. Окончание обозначает женский род. Предложный падеж и единственное число. Корень. Голуб. Однокоренные слова. Голубой. Голубеть. Суффикс. Оват. Приставки нет. Перевозчик. Нулевое окончание. Основа. Перевозчик. Корень. Воз. Однокоренные слова. Возить. Повозка. Суффикс. Чик. Приставка. Пере. Суффикс. Чик. Приставка. Продолжение следует. Продолжение следует...